друзья но перед началом ролика хочу вам еще раз напомнить то что я также подключаю к яндекс такси и подключая абсолютно по всей россии и абсолютно любые тарифы мой парк создан для того чтобы вы не платили бешеную комиссию оплатили краски минимальную комиссию например если вы работаете в регионах то комиссия парка составит всего лишь рубль заказа и это фиксированная комиссия а если захотите вывести свои денежки то это можно сделать моментально прям с таксометра и комиссия за вывод составит также один процент ребята один процент но понятное дело рубль заказа в каждом городе не получится сделать поэтому каких-то городах будет два или три рубля заказа а если работе в питере то 5 рублей заказа в принципе тоже неплохо потому что даже выполнять 10 заказов выплатить всего лишь 50 рублей парку и это думаю очень очень неплохо так что контакты парка я оставлю здесь внизу ну и закрепленном комментарии в описании к видео также обязательно подключайтесь ну и знайте то что подключаясь к моему парку вы поддержите не только меня но и также поддержите развитие канала итак друзья мы вас приветствую на канале у нас день недели суббота 23 марта ну и опять же катаю комфорт плюс на ариза 8 на черри ариза 8 23 года машинка пробег всего лишь 5400 километров поэтому машинка свеженькая новенькая и пассажирам кстати говоря нравится но есть одна фишка который им не нравится это естественно уже каждый раз пристегиваться сзади потому что даже сзади есть датчики на ремне и это конечно трэш-угар потому что не знаю меня это даже забавляет ну ладно очень присаживайтесь поудобнее давайте нет поработаем ну и посмотрим сколько сегодня в субботу заработаем ну и ребята обязательно посмотрите прошлый ролик паре за 8 там я про нее все рассказал какая есть комплектация что здесь принципе есть какие фишки и так далее все не говорится повторяться уже не буду ну и приоритета мне на сегодняшний день 29 а сам шоке потому что то еще подгрузилась а до разрешение такси подгрузилась через 29 приоритета поэтому претенду максимальный естественно буду катать только я к плюс но и коэффициент на крайне города есть поэтому все оставляюсь на линию временно с 12 часов дня так шаги 12 часов и буду работать ночью и сразу сразу кстати пришел у нас к плюс тоже принимаем естественно и яндекса я уже принял сигналит очень сразу принимаем то что ленинске естественно едем хотя конечно каратыш Здравствуйте. Какой день? Ленинский, да? Угу. Так, ну первый заказ по райончику выполнен, даже не заезжали во двор. Вот это понимаю К+, когда пассажиры приятные. Ну, в общем, 8 минут мы ехали. И был коэффициент, видимо, я уже забыл, и 400 рублей. Прям хорошо, жирно начинается денечек. Ну, правда, когда-то кэфы пропали. 1,06, от этого вообще зелень приходила. Ну, ладно, что сделать еще? Нет кэфов, сразу работать надо. Здравствуйте. Жемте же на плазу. Так, ну, в общем, я где-то очень чужой на плазу. Ну, и, в общем, 10 минут, хотя как-то-то и не было, но при этом ценник вроде как нормальный. Вроде адекватно, не 200 рублей, а целых 347. Ну, ждем, в общем, дальше работки. Здравствуйте. Герою, да? Да. И снова, и опять я, в общем, также на районе. Ну, и 12 минут мы ехали, и... 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 380 рублей. Хотел бы вроде такой не было, оценив, в принципе, более-менее нормально. Короче, ребят, наверное, минут 20 просидел, прождал, и уже такой вот зеленый заказ приходится брать, потому что, ну, иначе, работы нету. Хотя кафе горят, но это, видимо, опять же эконом. Ладно, съездим, значит, экспо-фор, экспо-фором. Что же поделать? Надо как-то деньги-то зарабатывать и отбивать расходы всем. Экспо-фором, да? Да. Надо вот пристегнуться, там отпущать. А, пристегнуться надо? Уже чеки. Что за правило такое? Нет, ну, неправило, просто машина будет всю дорогу пущать. Я поняла, поняла. Почему ты китайцы, делаешь, что нужно пристегнуться? За безопасность, да. Так, ну, я вышел в Окспо-форуме, ну, и первая моя наличка за сегодняшний день. Ну, и 37 минут, как видели, 1100 рублей. Хотя 1060 рубля, так что даже чаечек присутствует. Так, продолжаем работать. Ну, честно говоря, заказов очень мало. Прямо приходится реально их ждать. Поэтому теперь, мне кажется, я буду вообще брать все подряд. Зелень, не зелень, центр, не центр. Но катать надо. Здравствуйте. Владимир Пчелинцев, да? Так, ну, я где-то около Солнечного города или что-то подобное. Я уж даже не понял, где я вообще нахожусь. Ну, в общем, где-то за городом. Ну, и 22 минуты у нас пути. И завершись. Завершись. Ну, получаем мы сколько теперь? О, 783 рубля. Наконец-то все прогрузилось. Ну, в принципе, нормально. Правда, километров было много. Но мне-то как бы пофиг на километраж. Машинка-то не моя. Поэтому можно катать все что угодно. Ну, а если вас, ребята, интересует, где же я взял такой крутой автомобиль, то взял его в таксопарке RS Taxi. Это официальный партнер Яндекс.Такси в городе Санкт-Петербург. Автомобили у них все новенькие, свеженькие. И под тариф комфорт плюс. Ну, и с документами у вас проблем тоже не будет. Так как на каждую машину у них есть лицензия такси. И даже страховка ОСАГО токсичная. Ну, и у таксопарка RS Taxi нет никаких залогов на автомобиле. Нет скрытых платежей. Можно работать при графике 6.1 или 7.0. Рыночные цены на автомобиле. Ну, и также есть бонусы за проведенного друга. Ну, и автомобиль можно взять в аренду как у метро Пионерская, так и у метро Кировский завод. Так что, ребята, если вам нужна машина под тариф комфорт плюс на выгодных условиях, то обязательно обращайтесь в таксопарк RS Taxi. Ну, и все контакты оставлю вам в описании и в закрепленном комментарии. Ну, а я, в общем, погнал работать. И, ребят, я совсем отшаялся от того, что работы нет. И, в общем, взял какую-то дичь. Дичь я взял, ребята. Дичь зеленую. Деревня. Деревня, ребята. Даже не прогружается. Короче, в сторону Стреляна надо съездить и прокатить деревню. А вот она. Нахрен ей взял. Ну, ладно, может, Петергофе попробую что-то словить. Потому что Петергофе, как видите, горят кэфы. И, может быть, там что-то и будет тоже мне жирное. Ну, честно, ребят, сегодня, да, работы реально нету. Приходится постоянно куда-то перемещаться, постоянно куда-то ехать, чтобы хоть как-то получить заказ. Даже зеленый К+, сегодня сложновато получить. С моим-то проритетом 29+. Ну, такая вот сегодня реальность. Поэтому все по чеснокам покажу, сколько я заработаю сегодня. Сколько мне останется. И вообще, есть ли смысл работать К+. Так, ну я, как видите, в деревне уж точно какой-то. Ямы тут, конечно, жесткие. Я чуть-чуть днище не оставил от машины. Ну, и, в общем, 22 минуты и 834 рубля. И самое-то прикольное. Это я цепочкой получил заказ. Цепочка-заказ из другой деревни в другую деревню. Ну, точнее, Шушары из какой-то там Санина. Хотя Санина я уже вроде как был. Блин, я заехал в тупик. Можно, конечно, пойти в гретки покопать, но у меня работу надо. Как здорово, что мы остались в тишине. Размышлять над крышами. Как эти голуби. Открой глаза. Я принимаю все в тебе. Я говорю и смотрю назад. А у тебя мурашки по коже. Так, ну, это, конечно, не Шушары, но что-то с загородом, опять же. Ну, и, в общем, завершаемый заказ. И 28 минут. И... И... 1269 рублей. Неплохо. И еще цепочка-заказ, прикиньте, К-Плюс прилетел с Лера Мерлен на Будапельскую. Отлично. Прям цепочка-загорода. Сегодня хорошо стреляет. Походу ко мне еще надо будет открыть в багажнике мою. Видишь, куда ты ехал? Да, только убрать, кто вбрёс. Как висать, чувачья. Нет, это обратно принимайте. Что происходит? Мы сейчас огнем, и все, все. Это мешать мне будет. Понимаю. Мы сейчас все сделаем, чтобы не мешало. Что проблем? Все. Опа. Все. Угу. Полетели. Бутаперская? Бутаперская. Электричка, да? Нет. Бутаперская. Да, бутаперская. Ручки смотрят. Какие детские? Как это? На дверной? В туалетской. Музыка. Китайцы намудрили, вам придется пристягиваться сзади. Или нам отпущите всю дорогу. Серьезно? На, серьезно. Я не верю. небольшая скорость на пищи все снова я где-то в городе в спальном райончике но я очень 15 минут мы ехали и завершаем заказ естественно и получаем 459 рублей а и первый заказ сегодня в центр на гороху не знаю сколько это хороший день то ехать ну все равно зеленка страна работа нет так что как говорится опять же чего убирать еще ждать если надо работать зарабатывать ну вот я и в центре сегодня в первый раз основе 8 24 минута мы ехали ехали но и все-таки как-то приехали и получаем 659 рублей мало но такого реальность не успеваю завершать вас одесса ребята здравствуйте так как поняли заказать цепочкой на общем девять минут девять минут моем и завершайся ну и как бы ну вообще можно даже об этом не говорить да но но хотя 280 рублей это же больше минималки так опять зелень опять зелень естественно брать пока ее не отменили хоть что-то надо катать и только стоило на развернуться в не очень удобном месте как заказ отменю ну да закон подлости на действие дубль 2 дубль 2 а а а а а а здравствуйте здравствуйте московский да да а чтобы соответственно ехать здесь а если а есть там чтобы не пищало нужно пристегнуть собой а все время да будет ну долго будет я чувствую себя максимально обязательно бабушкой так выбрался из центра я на московском проспекте ну и в общем 37 минут мы ехали и в целом нормально 880 рубликов так мы на моих часах уже время 7 часов вечера поэтому естественно время у нас пойти покушать что-нибудь вкусненькое вот и дальше в общем работать и так каким-то чудесным образом и магии монтажа я в общем оказался в центре города уже но и кстати да уже выставил райончик пытаемся покатать коэффициент еще заработать но еще да как-то кафе жидкие и заказов нету но надежда конечно умереть принцип последний короче ребята вырубил и нафиг от мой район потому что заказов нету кафе гаснут а заказов все равно нету не знаю что же не происходит но пока что-то работа не появляется может попозже появится попозже в рублю мой район а может быть еще не вообще без моего района просто по городу покатаем капец я после выключенного моего района еще минут на 20 ждал чтобы получить хоть какой-то заказ с каким-то коэффициентом даже зеленый заказ не приходил в общем район выключил а все равно как будто остался ладно едем шкиперский протокол прибыл походу красно-белое на общем 20 минут мы ехали и приехали и вышло 500 рублей почти что ладно едем дальше в центре пытаться зарабатывать вроде как of разгорелись мой будет опять райончик вы стали может быть опять работа пойдет что уже время блин десять часов вечера и только один заказ делал сейчас за час и фью момент лейтера короче обстановка ребят вообще не меняется я уже покатался очень очень много по городу свадьки приехал в центр города там покатался к плюс молчит мертвым а вот сейчас включил я комфорт вот только сейчас пришел заказ на наличную куда я естественно не поеду на хрена но короче комфорт вроде как еще живой один 36 даже капец а к плюс я не знаю что он умерся умер хотя сделал себе 15 заказов как-то сделал пока блюса ну ладно посмотрим по комфорту еще не будь хорошенько жирненько это возьму плохое брать конечно не хочется да придется все таки комфорт и мне повозить 1 и 5 коэффициент я в общем естественно взял поедем на низких хоть прокатимся может обка плюс 3 не знаю но в общем к плюсу что-то сегодня вообще вечером вообще нету невский пристегнулся там вот пищать дорогу гору слышите мелодия точно пристегнуться то что вот все дорогу пищать чувство лучше на носике стоять с включенным к плюсом чем катать комфорт в общем 6 минут ну конечно до 6 минут на 3 4 и 254 рубля но все-таки был коэффициент полтора . а сейчас приходили заказывать коэффициент 1213 и что там вообще будет ничего хорошего точно не будет не знаю блин надо вроде работать но я не могу такого катать реально не могу катать тем более машину все-таки ну реально под каприз подходит и ну не знаю мне прям не по себе как-то ой ну неужели ну серьезно ты что серьезно к плюс офигеть вот и мой родненький к плюс пришел с включенным комфортом охренеть а на двери если что на двери подвинуть подвинуть горы на двери а на двери такое ни разу еще не нет у меня есть вольво на маяк я пассажирская могу двигать не пристегнулись там или оттроем пристегиваться и ждать пока она утихнет 10 минут ну то придется потерпеть музыку минут минуту точно не наращивать минут или 2 громче громче начинает чем дольше ездишь тем громче звук у меня есть все в принципе на уровне 1 короче на московском вокзале но я вам так скажу к плюс недалеко ушел от комфорта 10 минут 289 рублей комфорта до 100 265 и было минут 6 или 7 короче без разницы чё катать в итоге все равно будет дно в любом случае ну естественно комфорт только с коэффициентом минимум полторашка желательно подольше поездка а к плюс а там какая разница уже к плюс о зеленка центр и зеленка но чё саботу зелень катать будем мы рады яндекс опять в рифму даже не сочинял может это стихи начать мне писать может такси это не моё но может стихи пойдут может популярным станут раз такси и популярен блогер не ну конечно камеру кругового взора это просто что-то нечто прям настолько все реалистично показывается допустим там показаться дверь и вот она там реальная дверь конечно качество может не самая лучшая тем больше сми камера испачек на всякой грязью но все равно очень все это реалистично смотрится за многое еще здрасте а чё есть все ребята я закругляюсь но его нафиг потому что дно пробита ребята это был к плюс к плюс если что три человека 6 минут 208 рублей суббота ништячок подгоняешь ну чтож по зелени домой но хотя бы реальных стороны дома коэффициент еще не жду на к плюс естественно поэтому едем уберем что есть и подводим итоги так ну все я дома но давайте подведем итоги сколько я за субботу сегодня заработал рабочих часов меня примерно часов 10 было но когда именно я точно работал поэтому посмотрим какой вышел результат а вышло мне сегодня заработать всего лишь 10 тысяч 173 рубля и сделано 19 заказов причем это грязная прибыль это был промокодик естественно и поэтому это даже без комиссии еще яндекса ну а теперь как обычно давайте вычитать все расходы чтобы подсчитать чистую прибыль ну и расход первый это бензин заправил сегодня где-то на 1200 рублей и также 1200 рублей примерно и ушло и кстати пробег у меня еще не составил 250 километров хотя касса реально маленькая для такого пробега также 1200 рублей сразу вычитаем на бензинчик дзынь и сразу еще тоже можем учесть аренду автомобиля данного она составляет 3500 сутки при графике 70 тоже вычитаем дзынь и вроде остается неплохо но естественно это потому что был у меня опять же промокод не было промокода бы была бы комиссия яндекса ну и также комиссия парка 3 процента заказа но это и в том парке где беру машину них 3 процента заказа поэтому давайте в сумме с яндексом и спарком 28 процентов учтем и из грязной прибыли вычтем и вот уже такой результат у нас останется дзынь я думаю не так уж и много но хотя бы хоть что-то то есть где-то трешечка уж точно наверное осталось а может чуть побольше а много это вам или мало решать естественно вам конечно я сегодня катал исключительно к плюс только в конце уже не осилил включил комфорт это потом обратно выключил а себе катал два тарифа возможно бы касса была бы побольше но опять же это возможно так что уже сами решайте как вам работать как зарабатывать и сколько быть на линии потому что опять же если будете 16 часов на линии быть конечно касса будет больше но хватит ли вам сил на долгое время чтоб так работать ладно ребят большое вам спасибо за просмотр естественно лука зарядите за ролик ну и подписку оформляйте чтобы не пропускать следующие ролики думаю следующем ролике уже наконец-таки опять же по таксу и бизнес тарифе на своей машине ну и посмотрим какой там будет результат я думаю всяко будет побольше касса чем к плюсе я надеюсь ну и все всем пока и удачи еще раз